Видео очевидца иранского ракетного обстрела американских баз в Ираке. Так подписан этот пост. Вот только это видео не 2020 года. И события происходят не в Ираке. На сайте military.com мы находим это видео от 16 мая 2019 года. И все события, происходящие на ролике, засняты в Катаре. Срочные новости! В центральном Багдаде можно услышать взрывы. Но если Багдад находится в Саудовской Аравии и умеет путешествовать во времени, то тогда да, там можно услышать взрывы. Ведь происходящее на видео было снято в сентябре 2019 года в Саудовской Аравии. Такое же видео другие ресурсы выдают за футаж авиабазы а-ля САД после ракетной атаки. И все средства массовой информации как один подхватили эту новость. Иран выпускает многочисленные ракеты по американской авиабазе. Ну да, только это русские испытания на военных учениях в 2014 году, а не Иран бомбит американские военные базы в 2020. Впрочем, атаки на военные базы США все-таки были. Этому есть подтверждение в официальных заявлениях американцев, например, Дональда Трампа. Просто кто-то раздувает из них больше, чем было на самом деле. С какой же целью? Узнаем в этом видео. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Паника. Это слово, которое сегодня характеризирует многих в сети. Меня разбудило сообщение на телефоне, в котором исторически доказывали мне, что война началась. Посмотрите, сколько видео и фото выдают за иранско-американский конфликт сегодня. Я очень прошу вас, поделитесь этим видео со всеми, кто повелся на лживые заголовки. Я хочу, чтобы они поняли, наконец, что все не так плохо. Что ими манипулируют, что их пугают. Обязательно прямо сейчас скиньте ссылку на этот ролик на страничке в ВК, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и в новостные паблики, где продвигают эти фейковые новости. Пусть видят, что в сети видео и фото неправда. Так вы поможете мне в этой бесконечной борьбе с враньем средств массовой информации. Интересно, является ли Богатейший Ди единственным, кто чуть ли не в каждом видео пытается разоблачать фейковые новости? Надеюсь, что нет. Впрочем, не все новости являются ложью в целях ведения информационной войны или манипулирования рынками, о чем мы сегодня тоже поговорим. К примеру, сегодня утром действительно на территории Ирана упал пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ. Из-за этого президент Украины отменил свой предстоящий визит на Ближний Восток. Кстати говоря, к сожалению, выживших нет. Если сейчас это видео смотрит кто-то из родственников экипажа или пассажиров, примите мои соболезнования. Светлый праздник Рождества для вас навсегда испорчен. Дональд Трамп уже отреагировал на происходящее у себя в Твиттере, тем самым подтверждая факт иранских атак. Все хорошо. Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Сейчас оцениваем количество жертв и масштаб разрушений. Все идет нормально. На сегодняшний день у нас самые сильные и оснащенные военные в мире. Я сделаю заявление завтра утром. Атаки на базы были, но почему СМИ, медиа, блогеры, телевидение и социальные сети раздувают в такие панические настроения громкими заголовками и фейковыми видео, якобы с места событий? Давайте перейдем от того, что СМИ снова врут, а Твиттер снова наполнен дезинформированными людьми к последствиям этой дезинформации. То, ради чего это видео и снималось. Дезинформацию могут вкидывать по различным причинам. Кликбейт, хайп, пиар, трафик, деньги. Но на канале Богатейший Ди, посвященном криптовалюте и различным другим видам активов, я хочу осветить только одну единственную. Манипуляции. Это предупреждение всем, кто находится на рынках золота, криптовалют и других видов активов. Мы можем думать, что золото, биткоин, серебро и так называемые безопасные активы будут чувствовать себя хорошо в такой напряженной ситуации. И такому мнению способствует рост этих активов на фоне военных событий, как я говорил в прошлом видео. На самом деле это очень опасное и обманчивое понимание. Есть большая опасность того, что в такое время этим активом кто-то может не разрешить хорошо себя чувствовать. И тем самым развести множество людей на их кровные. Так что же делать? Вы не знаете, что будет происходить на фондовом рынке, потому что все фундаментальные данные этого рынка вышвырнули в окно манипуляторы. Причем очень серьезные манипуляторы, которые могут легко вселить в головы людей необходимую информацию и даже развязать войну. Вы не можете предугадать, что будет с рынком облигаций по тем же причинам. Минус 1433 процента, вот это да. Даже на рынке золота и серебра вы не можете быть на 100% в безопасности сегодня. Потому что на каждой унции серебра торгуется 300 бумажных контрактов в час. Если кто-то не знает, бумажное серебро не обязательно обеспечивается физическим. Так что же делать? Остается только одна вещь, которую вы можете сделать. Крепко держаться за свои активы. Если вы не будете этого делать, вы потеряете их. Потому что манипуляторы сделают все, чтобы забрать ваши активы у вас. Причем по вашей же инициативе. Индекс Доу Джонса опустили на 500 пунктов. Как думаете, чего будет стоить поднять его теперь выше? Всего лишь несколько кликов мышки того самого парня из Goldman Sachs. Иран наносит ответный удар по базам США в Ираке. Хотя эта история и обрастает множеством фейковых материалов, но как минимум твит официального Дональда Трампа говорит нам о том, что это все-таки имело место быть. Знаете, что в этом интересного? Они нанесли удары по базам в Ираке, но не по тем, которые находились ближе. Фактически они наносили удары даже не по военным американским базам, а по станциям взаимодействия баз. Об этом почему-то крайне мало упоминалось в СМИ, потому что, наверное, просто не звучит. Название не привлекает пользователей. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что Иран хотел тыкнуть США в ответ. Но совсем немножечко, чтобы было не слишком сильно. Золото растет. Но самое смешное, что они объявили форс-мажор, мол, идет война и ничего это не считается. Биткоин и вовсе показал почти 25% роста за январь, чему, наверное, его холдеры несказанно рады. Серебро растет, нефть растет. Но не думайте, что нефть будет расти, даже если они взорвут все танкеры с нефтью в Армузском проливе. Цена на нефть также манипулируется, как и все остальное. Если они захотят, нефть будет дорожать. И наоборот, если они захотят, она будет дешеветь. Возвращаясь к атакам Ирана, я не думаю, что кто-то из американцев там пострадал или погиб, как об этом уже пишут некоторые источники. Я считаю, что если бы там были жертвы, Трамп даже не упоминал бы возможность наличия их у себя в Твиттере, чтобы как минимум не заставлять иранских граждан чувствовать удовлетворение. Великолепную статью по этому поводу я нашел на просторах интернета. Беспорядки на рынках. Цены на нефть и золото взлетели на фоне падения акций и облигаций после атаки Ирана. И все это как раз тогда, когда вы думали, что безопасно скупать самый дорогой, самый самодовольный растущий рынок в мире. Здесь же представлен индикатор страха и жадности, который находился на отметке 96 из 100, что означает безграничную жадность инвесторов на рынке. Посмотрите на график. В моменте жадность настолько зашкаливала, что уже не хватало места для этого самого графика. Событие, которое последовало далее. Иран начинает мстить Америке за убийство Сулеймане, что повлекло за собой обвал индекса Доу Джонса. Представляете, все дико закупались вот здесь, на вершинке, а потом их просто побрили. А значит, что могло бы остановить Доу Джонс от падения? Один-единственный клик мышки манипулятора. Золото подскочило выше 1600 долларов, нефть выше 65. А ценные бумаги наоборот падают. И биткоин растет. Фьючерсы ВИКС взрываются в цене, которая становится все выше и выше. Как вы видите, все рынки реагируют на события именно так, как и должны были реагировать. А что это значит? А это значит, что пора сделать единственный телефонный звонок. Смешно и грустно. Прямо сейчас Мнучин звонит в Goldman Sachs, Фонд валютной стабилизации США, Нью-Йоркский ФРБ и так далее. И говорит им, а давайте дадим этим активам еще немного вырасти, а потом всех побреем. Вы думаете, это просто предположение? На самом деле, Стив Мнучин, являющийся сейчас министром финансов США, когда-то возглавлял американский банк Goldman Sachs. И возможно, мои шуточные предположения окажутся вовсе не шуткой, ведь все тесно переплетено. YouTube, если что, не блокируй это видео, это просто художественный вымесел творческого человека. Один клик мышки манипулятора лишает вас денег. Вот как работают рынки. Единственный способ выжить, это цепляться за свои активы и не отдавать их ни под каким давлением. Если вы не держите свое золото, серебро или биткоин, у вас ничего нет. Вот в чем проблема, в том, что люди не держатся за свои активы. Была как-то история об одном крипто-ютубере, за которым стояла компания, продвигающая какие-то свои интересы в криптопространстве. Чтобы этот крипто-ютубер был счастлив, компания дала ему немного крипты. Возможно, он прикупил еще немного. И вот у него образовался крипто-портфель. Но внезапно он забыл свои приватные ключи. Приватный ключ это такой зашифрованный пароль, дающий возможность войти в свой крипто-кошелек. Теперь он не может зайти в свой кошелек и распоряжаться своими крипто-активами. Но компания смогла, она зашла в его кошелек. Можно ли назвать такой кошелек безопасным? Если вы не храните свои приватные ключи в надежном месте, если вы не являетесь единственным, у кого есть доступ к этим ключам, то у вас нет криптовалюты. В отношениях компании и того крипто-ютубера присутствовало то, что называется доверием к третьим лицам. Ребята, вам не нужно доверия к третьим лицам, если вы оперируете криптовалютой. Криптовалюта и создавалась для отношений отправитель-получатель P2P без посредника и третьих лиц. Мир идет к тому, что все эти третьи лица скоро дискредитируют себя окончательно. На фоне последних событий интересно, что произойдет на рынке Репо. Помните, что в Федеральной резервной системе приходится фактически манипулировать абсолютно всеми рынками, чтобы сдерживать краткосрочные процентные ставки на нижних отметках. В этом предложении описана вся суть происходящего на рынке Репо. Если изучить участников этого рынка, то мы можем заметить, что в основном это большие банки, а также люди, которые не то что не могут вложить деньги в этот рынок, они просто не доверяют третьим лицам, даже несмотря на изменения в правилах регулирования. Они просто не верят другим банкам. Да и кто из них вообще сможет довериться Deutsche Bank'у даже на одну ночь? Этому одному из самых крупных банков, которые находятся в процессе расследования за отмывание денег в размере 80 миллиардов долларов. Кстати, забавно, что это деньги россиян. Все мы помним эти рейды в Deutsche Bank одновременно с тем, как рынок Репо взрывался, о чем я уже говорил в одном из своих видео. И одновременно с этим они также обвинили трех трейдеров из банка JP Morgan в манипуляциях ценными металлами, за что те теперь уголовно преследуются. Во всех случаях они опирались на закон RICO, принятый в США 50 лет назад. И это не просто совпадение, поверьте мне, это все скоординированные действия. И они будут продолжаться. Они будут продолжаться. Если у вас есть деньги вне зоны вашего контроля, если у вас есть активы вне зоны вашего контроля, вы все это потеряете. Я не могу сказать когда, но рано или поздно они доберутся до вас. И до них тоже. Ведь такими был план изначально. Запустить систему и держать ее за опущенной как можно дольше, чтобы успеть забрать как можно больше прибыли и получить как можно больше профита и выгоды из необеспеченных ничем фиатных денег. Построить вам военную индустрию, мосты, дороги, дома, чтобы потом все взорвать. Поэтому повторяю, держитесь за ваши активы. Храните их, берегите приватные ключи от криптовалюты. Они хотят забрать их у вас. Может ли Иран стать тем событием, которое вызовет окончательный коллапс деривативов? Возможно. Если рынок нефти продолжит расти, кто знает, что вообще случится со всеми этими деривативами. Нефть это третий по размеру биржевой товар, который торгуется на этой планете. Вот почему она такая важная. Им приходится манипулировать рынками. Вот почему у нефтяных компаний так много влияния. Не зря известная цитата гласит, кто контролирует нефть и воду, будет контролировать мир. Рынки сейчас контролируются теми, кто кликами мышки и телефонным звонком могут выпотрошить любого трейдера. Так и работают открытые рынки сегодня. Это грустно, но это правда. Держитесь за свои активы. Держитесь за свой биткоин. И не верьте подконтрольным средствам массовой информации. А меня, скорее всего, скоро прижмут за мою привычку докапываться до правды. Поэтому подпишитесь на канал, давайте успеем добить 100 тысяч подписчиков до этого момента. Очень хочется, правда. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Кстати, чуть не забыл. Вот это фото мне и отправили сегодня утром в ВК. И сказали, смотри, Иран бомбит штаты Виракия. Именно это сообщение меня разбудило в половине восьмого утра. Шокирующие новости сообщают о том, что все американские объекты Виракия попали под удар. Вторая волна ракет уже запускается. Что ж, ребята, в ВКонтакте эта фотография очень сильно завирусилась. И никто почему-то элементарно не вбил ее в гугл. Я вбил. 16 ноября 2019 года. Фотография взрыва в секторе газа. Господи, журналисты. Ну, хорош морочить голову уже нам. Теперь точно. До скорого.